Медиагруппа «Авангард» представляет Из первого доклада у нас выступят Артем Сычев, руководитель направления управления информационной безопасности Альфа-Страхования, и Тимур Занитулин, который поделится практикой построения гибридного СОК в страховой компании. Меня, собственно, зовут Тимур, на всякий случай, чтобы не перепутать. Я ЦИСП, участник всяких спринтов, еще чего-то, контрибьютор. Времени сегодня мало, поэтому мне суть важна. Я сразу Артему слово передам. Я, наверное, тоже участник спринтов, каких-нибудь внутренних. В зону моей ответственности как раз входит СОК. И что мы сегодня хотим рассказать? В принципе, мы хотим рассказать аудитории, какая у нас была инфраструктура, с чего мы, в принципе, начинали и к чему пришли. И почему мы решили строить гибридный СОК. Наша текущая инфраструктура – это больше 7000 ПК, больше 1000 серверов, как Windows, так и Unix. Распределены филиалы по всей стране, по всем часовым поясам. И когда мы начали строить СОК, первоначально был съемен Prelude Pro. К сожалению, было тяжело достаточно его внедрить, интегрировать под текущие задачи, под текущие требования наши. И поэтому мы начали искать какое-то более гибкое решение. Что также мы первоначально сделали? Переначально мы расписали основные функции СОК, какие мы видим и какие мы хотим реализовать. Красным цветом здесь как раз я пометил, на что мы сделали упор на нашу экспертизу и развитие собственной экспертизы. А серым цветом мы подсветили, что мы отдали нашему партнеру на поддержку. И можно сказать, для себя мы приняли решение, что взломать любую систему можно. И поэтому мы решили сделать упор как раз-таки на развитие плейбуков реагирования, на внутреннюю экспертизу. Это проактивный поиск угроз, так как именно мы лучше знаем все-таки нашу инфраструктуру, чем любой заказчик. Это, я думаю, мантра всем понятна. И перешли дальше к выбору непосредственно решений. Ну, с нашей стороны, поскольку мы коммерческий СОК, концепция, естественно, немного другая. Хотя, учитывая, что мы много раз уже с вами в рамках этого форума обсуждали, СОК это всегда сервис, даже если он внутренний, для внутреннего заказчика. У нас основное отличие будет в том, что нам еще нужна, понятное дело, соответствующая лицензия. Даже целый набор лицензий, хорошо у всех известных. Важно и логично, я думаю, будет также дополнить, что у нас есть в составе для того, чтобы мы могли удовлетворить и могли еще тогда удовлетворить требования по построению гибридного СОКа. Несмотря на наличие идей различной степени тяжести, в том году мы в рамках единой функциональной структуры объединили и направление интеграции security operations, и сервисное направление. Тем самым как раз расширив наш набор услуг и были способны пристраиваться или адаптироваться к любой гибридной модели, которая необходима была конкретному бизнесу, в данном случае нашим коллегам из альфа-страхования. Дальше. Хотелось бы как раз, как я сказал, мы выбрали наши функции, мы выбрали, что мы будем у себя развивать, что давать на outsource. Дальше мы начали рассматривать технологические стейки. Сразу скажу, что нам хотелось уже как минимум за год выйти на какое-то готовое рабочее решение. Это в том числе реагирование на инциденты, то есть готовые плейбуки реагирования, это система учета инцидентов. И так как, наверное, все желают, это большая автоматизация. И не потратить слишком много на это ресурсов, как денежных, так и людских. Также отдельно хотел подсветить здесь QR-кодом. Это достаточно хорошая база плейбуков для базы знания собственного развития инцидентов. Ну, плейбуков реагирования на инциденты. И различных юзкейсов. То есть это достаточно хорошая база, с которой можно начинать. Ну, собственно, да. И опять вкратце про наш уже тогда технологический стек, а не в целом концепцию. Путь, который нам долго казался недолгим, на сегодня уже окажется 4 года. Начинали мы, это уже не секрет, с одного известного коммерческого решения. Потом уходили в open source, потом начали дублировать функцию open source и переписывать, нанимая разработчиков. Было много различных интеграций уже к тому времени, включая наших регуляторов, которые здесь обширно присутствуют. И на сегодняшний день сама платформа, с которой мы входили в эту историю построения гибридного сока, она уже находится в реестре отечественного ПО и существует совершенно в отдельной ветке разработки. Как это выглядит на практике сегодня и выглядело тогда, большой был стек различных open source продуктов. Часть из них отвалилась целиком, часть была модифицирована или переписана. И на сегодняшний день все они объединены в одной платформе анализа и расследования подозрений на инциденты. Называется она сегодня Alertics. Поверх всего этого, для оркестрации всего, что не вошло в Alertics по функциональным и логическим соображениям, мы внедрили коммерческое решение, ARP, которое так удачно, тут дважды сейчас был прекрасный совершенно ролик от Рустава, это Security Vision. И вот такой симбиоз вот этих двух крупных систем, не говоря про различные мелкие сервисы, которые не столь важны, сегодня представляет собой ангаросок. Теперь, как мы видим наш гибридный сок архитектурно, ключевой момент, если смотреть в высокую уровню, это естественно ангаросок, наши партнеры. Но ключевой момент, который я хотел бы отметить для нас, как для заказчика, это, как мы видим, метрики различной биосистемы и в том числе консоли управления соком. То есть если рассматривать там стек, то это кибана наш, текущий. И внутри кибаны, то есть мне хотелось бы, чтобы работники сока даже внутри заказчиков, они постоянно развивались. То есть нам не нравилась модель такого черного ящика, как сока, как сервиса, что тебе просто прилетают инциденты, и ты даже внутри логов не видишь сырые события. Поэтому для нас это было ключевым моментом, что наши работники в любой момент могут проводить и проактивный поиск угроз по сырым данным сока, так и видеть инциденты напрямую. То есть точно так же обучаться, и мы можем спокойно задавать вопросы, как нашему партнеру, почему приняли такое решение, почему выявили такой-то инцидент. И так же хотелось отметить, что мы так же развернули собственный мисп, чтобы заводить туда фиды, не привязываясь к кому-то одному, а заводить несколько фидов, как и open-source, так и платных. Что на самом деле логичный шаг в рамках выстраивания шалонированной обороны, потому что и на нашей стороне есть мисп, плюс дополнительно все сработки, которые мы отправляем нашим коллегам, они проверяют еще и по своим источникам фидов. Здесь тоже важно отметить, действительно полный доступ ко всем консолям, которые используют наши аналитики, он предоставлен коллегам из альфа-страхования. Да. Если рассматривать уже именно внутренность нашей гибридной уже внутренней части, то здесь, наверное, я бы хотел отметить, что мы хотели достаточно по максимуму автоматизировать различные вещи. Как мы это видим? Что сейчас куча систем, как инвентаризация. Мы используем графовую базу NeoFoge для инвентаризации хостов. Мы периодически запускаем бутхам, чтобы он находил нам юзеры, привязывал какие-то сессии. В общем, интеграция нескольких систем в такую базу данных инвентаризации графовую. С помощью Apache Airflow. Apache Airflow – это оркестратор, используют в основном дата-сайентисты, дата-инженеры, и мы решили также для нашей задачи реализовать. В чем он хорош в плане оркестратора? У него есть те же самые коннекторы ко всем базам данных, там NeoFoge, MS SQL, Postgres и все что угодно. И он чисто написан на питоне. Ты можешь, грубо говоря, автоматизированно на питоне написать либо через API, либо через коннектор к базе интеграцию с любыми системами. И это будет работать сходу. Да, по текущей какие-то базовые вещи. Но они достаточны. Это, например, написать письмо на блокировку чего-то, либо проверить IOC автоматом по спасоку, к которому как раз у нас есть доступ, что это очень хорошо. Также, что нам позволило Apache Airflow? Здесь сложная схема. Это наш внутренний даталейк. Я тут полностью все нюансы тоже не знаю. Это я у коллег попросил. Но суть в том, что к даталейку, к Hadoop мы умеем обращаться как раз-таки через коннектор Airflow. И в чем здесь для нас преимущество? Туда именно в том числе выгружают логи со всей компании, как бизнес-приложения, так и логи еще каких-то бизнес-систем. И нам не надо перегонять их в сок, просить коллег разобраться в этих данных, то есть быть с точки зрения передатчиком, объяснить вам, что это за данные, когда мы сами это узнавали. И для нас это удобно. Мы строим логику детектов на том же самом оркестраторе Airflow и точно так же интегрируем это с RP-системой, потому что мы можем через хук послать в хайв это событие, либо там так же, как все новомодные штуки, в Slack написать сообщение. Но нам это на текущих задачах не надо было. Что для нас тогда казалось на самом деле логическим решением вот этого тезиса, который часто звучит, первая линия коммерческого сока действительно ввиду ну ряда всем понятных объективных причин не может глубоко погружаться в нюансы бизнес-процессов, особенно внутрь бизнес-приложений. И мы не можем в том числе. Конечно, да. И вот эта вот логичная экономия ресурсов, когда часть бизнес-задач решается в обход коммерческого сока, как раз здесь была реализована в виде вот этой страшной схемы. Что сегодня в итоге? Много мы всего рассказывали. Сегодня, ну первое, будем честными, подключены не все объемы той инфраструктуры, которая находится во владении у коллег. Но связано это не с тем, что нам там не хотелось, просто есть определенные этапы приоритизации, которые соответствуют моделям угроза, наиболее критичным сегментам и активам. Мы начинали именно с них. На сегодняшний день цифры, ну, собственно, они написаны, не буду их лишний раз перечитывать. Что важно, какие цифры важно отметить? За прошедший год было предотвращено больше 300 детонаций, прекрасное слово от коллег, то есть из общего количества всех подозрений на инциденты, которые мы запрувили и отправили нашим коллегам. Также был крайне интересный опыт неоднократного прохождения аудитов различных регуляторов. И еще более интересный, мы в части СОКа как раз проходили соответствие ISO 27001 под тем требованиям, которые отданы нам на аутсорсинг. Ну и чтобы чем-то кичиться, нужно показать SLA. SLA соблюдается. Все в порядке. Есть какое-то количество EPS. Это чистые пассифильтрации агрегации. На самом деле, мода мериться EPS, я надеюсь, ушла, поэтому цифра большого значения не имеет. А что имеет значение? Это в среднем 2000 подозрений за период, на самом деле даже больше. Период в наших взаимоотношениях – это квартал. Соответственно, из этого общего огромного количества на самом деле сильно большая значительная часть, порядка 90%, заказчику в дальнейшую обработку реагирования даже не передается, потому что мы в состоянии либо закрыть их на своем уровне, либо просто проанализировать, пометить как исключение. В качестве дальнейшего развития, что мы увидим для себя? Конечно же, мы не забываем о задаче, это покрытие все-таки всей инфраструктуры полностью, но, как я и говорил, мы очень сильно упоро стараемся делать на автоматизацию реагирования на инциденты, чтобы это было еще быстрее, ну, как гимн, быстрее, выше, сильнее, да, за счет как раз-таки автоматизации хотим решать за счет гид-хабрификации плейбуков, да, и внедрение их через Юпитера, ну, через еще один формат, который хорошо интервьюется с Apache Airflow, это Юпитер ноутбуки. И также, как бы, в нашем дальнейшем развитии видится это постоянное тестирование в автоматизированном режиме нашего СИЭМ и СОКа с помощью тестов Atomic Red Team, выбирая рандомных хостей, на которых будут проверки производиться. Да, и не предупреждая нас, причем мы сами были рады, что коллеги не будут нас предупреждать, потому что для нас это тоже выгодно. Ну, и немного о дальнейших планах развития уже с нашей стороны в рамках этого партнерства. Это в связи с тем, что появилась полноценная коммерческая РП, это реализация части сценариев реагирования на нашей стороне, продолжая концепцию того, что необходимо разгружать экспертов заказчика, чтобы они занимались более сложными, важными, если можно так выразиться, задачами, забирая на себя автоматизацию каких-то, ну, совершенно базовых вещей, что мы можем сделать благодаря специализированному решению. Ну, и среди планов на будущее, это, видимо, какой-то сегмент, сегвей к следующему нашему выступлению, это облачная SGRC, что тоже позволяет сделать Security Vision. Ну, и различные другие идеи, опять-таки, различной степени тяжести. На этом у нас все. Большое спасибо. Спасибо, коллеги. Вы далеко со сценой не уходите, я вас помучаю. Немного вопроса. Не услышал, сколько человек на первой линии, второй и третий у вас, соответственно, в каждой из части соков. Да, с нашей стороны введено в строй три человека в онлайне всегда, это три кольца по ГОСТу, с учетом больничных отпусков, это 21 человек. Это первая линия или все? Первая линия, которую оперативный мониторинг осуществляет. А у вас, Артем, на вашей стороне? У нас, как бы, подразделение, мы можем сказать, вторая и третья линии объединены, то есть нас всего 4 человека. Это тоже в графике? Это все, кто соком занимает. Нет, мы не в графике. Первая линия полностью 24 на 7 у партнеров. А мы уже как вторая и третья линия. Хорошо. Первая линия, насколько автоматизирована? Есть ли там готовые плейбуки, как вы их пополняете? Автоматизирована в части первичной предобработки, обогащения, агрегации в случае большого вала инцидентов. Это все на уровне ARP. Плюс дополнительный сбор информации по кнопкам. То есть мы потихоньку уходим от классического понимания плейбуков в том же конфлюенсе, когда в зависимости от типа инцидента на уровне ARP появляется определенный набор кнопок, не прокликая которые, аналитик не может продвинуть заявку дальше. Это исключает возможность ошибки человеческого фактора. Вот выполнив все эти действия, если нет необходимости эскалации на нашу экспертную группу до отправки заказчику, собственно он и выполняет. А кто репортит FinCert? Наверное, вы репортите. Как часто автоматизировано или вручную? Пока вручную в критических инцидентах. Вот тоже в задачах автоматизации как раз-то этой вещи. Тимур, у вас я видел знакомую иконку голубенького воздуха. Какую версию используете и были ли проблемы с эксплуатацией? Как и с любым опенсорсом, всегда будут проблемы с эксплуатацией. Это форк, один из старых версий, он не новый, но он дописанный нами. Почему? Потому что нас не совсем устраивал менеджмент интерфейс, мы чуть-чуть полезли в Минстек. И плюс нас не устраивали те правила, которые идут из коробки, и у нас ребята их тоже все переписывают. Поэтому с момента форка мы от них уже независимы. Ну в четвертой версии там проблемы бывают с властиком, еще разваливаются к чертям. Не, у нас, слава богу, не она. У нас 3.5, наверное. И вот, кстати, вы меня подловили, и это здорово, но где-то, это точно третий релиз был, потому что это просто 2018 год, когда мы его освоили. А в качестве интерфейс, какой инструмент используете? Там самописный MDB, мы пробовали сначала ITOP, он тоже нас не совсем устраивал, это еще один опенсорсный инструмент. Поэтому благо, что у нас просто были ресурсы DevOps, коллеги написали то же самое, грубо держа ITOP слева. И там маленькие просто постгаре, реализационные базы, где как раз хранятся все данные. Я бы добавил тоже от себя, Лев, что мы тоже на своей стороне делаем инвентаризацию, и у нас используется OIS Query для этого. И, кстати, она очень прекрасные инструменты, как полу-EDR, да? И в том числе на Unix она хорошо живет, прекрасно. У нас параллельно с воздухом стоит OIS Query. И также мы берем со всех возможных средств защиты данной инвентаризации, как я говорил на докладе, и матчим все агрегируем в NeoFadge, в графовой базе. А вы заявили, что проходили аудиты регуляторов. По ЦБшному стандарту какой уровень зрелости у вас сейчас? Там последнюю оценку я сейчас не скажу, кто у нас. Конечный аудит, ну полностью агрегировал, я конечную оценку не скажу. А уровень защиты? Тоже не помню. Съехали. Как выгодно не помнить. Внезапно постигло... Склировоз. А вот еще интересный вопрос оценка эффективности СОКа. Вот только три критерия у вас? СЛА, скорость, еще что-то? Это критерии оценки в рамках договорных обязательств. Это то, что мы гарантируем. Критерии оценки внутренней стадии зрелости ввиду просто ограниченности количества подобных фреймворков. Мы используем СОК-CMM. Модель, я думаю, она вам всем хорошо известна. Это advanced версия. Но как и все у нас, она нам за годы работы не до конца нравилась. Мы ее чуть видоизменили. Эта информация, наверное, TLP yellow, но по запросу мы заказчикам нашему ее предоставляем. Спасибо. Вот вопрос из зала поступил. Почему для инвентаризации Neo4j, а не какая-нибудь более традиционная база данных? Ну, первоначально просто мы использовали сначала boothound. Boothound все агрегирует в Neo4j, ну и дальше с этого поехали. Все остальное агрегирует туда. Ну и прикольно смотреть связи. Мы мыслим не, как говорит Ламберт, всегда надо мыслить не листами, а графами, как мыслить атакующий. А саар используете? Я последние года три. Мне все время интересно до конца четко где-то в граните понять различия между ARP и сааром. Мне в свое время, еще по молодости, когда я был инженером, мне всегда казалось, что это маркетинговый ход, что если всем надоело ARP, теперь это саар. Ну, в разрезе автоматизации и оркестрации каких-то процессов внутренних в рамках СОКа, да, конечно, используем. Это все тот же Security Vision, который все наши потребности в этом направлении закрывает. Вопрос к Артему. Блэдхаунд пробовали эксплуатировать, и как ангара реагирует на это? А, конечно. Попинчали. Добавляли их в исключение. Понятно. Коллеги, в зале есть вопросы? Коллеги, вопрос такой. У вас вторая, третья линия, это люди с каким бэкграундом? Какая у них экспертиза? Это ARP Team? Ну, да, скорее к вам. Сейчас, извини, уточню сразу. Ты спрашиваешь на стороне ангара. Да, я уже уточнил. Ну, можете оба, да. Ну, давай сначала я, потом ты, потому что у нас гибридный СОК, на самом деле. Совершенно разные. Поскольку есть три региона присутствия, Москва, Рязань, Тюмень. В вузах, в Рязани, в вузе в одном, на самом деле, мы преподаем на пятом курсе, готовя сами себе аналитиков, некий кадровый резерв. Там программы адаптированы исключительно под то, чтобы человек сел в линию после того, как он закончил вуз. В двух других регионах присутствия бэкграунд чаще айтишный, потому что на нашем опыте, и он совершенно субъективный, я не говорю, что это бест практик какой-то, проще обучить аналитики человека с хорошей базой пониманием сетей и админки, чем научить атакующего думать со стороны защиты, потому что набор навыков, он не всегда подходящий. Это не в обиду ни в коем случае никому, просто вот наш субъективный опыт. А у вас как? У нас опыт, мы, как я сказал бы, с атомикротима хотим начать, с минимального уровня, если там с точки зрения ретима заходить. Но у нас и пока ресурсов на это нет человеческих. Спасибо, коллеги. Вам спасибо. Всем хорошего дня. Со следующим докладом к барьеру приглашается широко известный в узких кругах Вячеслав Валерьевич Касимов, директор Департамента информационной безопасности Московского кредитного банка, который поделится болью и страданиями построения внутреннего СОК. Всем привет. Я пришел в МКБ работать в 2018 году. И не могу сказать, что прям все отлично было в банке с точки зрения информационной безопасности. Интересно, какие-то смайлики добавили. Ну ладно. Но при этом, при этом, собственно, очень хотелось сделать все хорошо. И я прекрасно понимал, что вот эта гонка вооружений со злодеями, они там чего-то делают, мы со своей стороны тоже что-то делаем, мы в ней всегда проиграем, потому что у нас средств меньше, потому что для нас это не основной бизнес для банка. Но при этом нельзя же просто так сидеть, сложа руки. Поэтому мне очень хотелось, чтобы у нас были адекватные процедуры мониторинга, чтобы мы первыми узнавали, что у нас в принципе в банке происходит с точки зрения событий информационной безопасности, чтобы мы умели реагировать на инциденты. Но была проблема. Ресурсов, в первую очередь людских, было мало. И, естественно, это за собой тянуло, что часть процессов в принципе не было, а часть процессов, ну, они такие корявенькие были, и меня категорически не устраивали. Вот. Но, как бы, спокойно на месте сидеть не мог, поэтому надо было что-то делать, и вот что у нас получилось. У нас, как в том известном фильме, уже была команда, которая умела строить инфраструктуру, именно IT-шную инфраструктуру, и поддерживать ее, и эта команда у меня до сих пор трудится, и это как бы важный элемент для того, чтобы быстро и качественно все делать. Была некоторая команда по реагированию на инциденты, были некоторые инженеры, которые крутили гайки в Курадаре, и пришли к выводу, что все, уже там, лимиты достигнуты в гайках кручения, и нужно на какие-то другие уровни выходить, хотя бы для того, чтобы обогащать те события, которые вваливались в Курадар. С этого мы начали, но дальше мы как бы не просто же с этого начали, сформировали некоторые хотелки, которые вот на этом слайде представлены, и то, чего мы откровенно не могли и не умели делать, а нам это безумно хотелось, в силу того, что перфекционизм он где-то так или иначе на заднем фоне маячил и двигал нас вперед. Не буду детально проговаривать по каждой истории, я думаю, что присутствующие более-менее понимают, о чем идет речь, на что единственное только, наверное, хочу обратить внимание, что у нас есть некоторый пул дочерних компаний, которые являются аффилированными для нас дочерними организациями, и их как бы тоже хотелось как-то охватить, в том числе мониторингом, и предложить им ту же сервисную модель, которая работает внутри самого МКБ. Подготовка к проекту, с чего все началось? Ну, на самом деле, все началось с того, что мы взяли Мишку Клычникова, он очень крутой, вот, это наш архитектор, который вложил просто бешеное количество труда в то, чтобы спроектировать сок и придать ему те контуры, которые он сейчас имеет. Дальше у нас был классный Стас Мать, который и так уже в тот момент работал, его никуда брать не пришлось, а самое главное, что он очень хотел все это делать, ну, и при этом качественным менеджером являлся и является. Сейчас еще больше подросток. Соответственно, дальше мы к этому наложили некоторый расчет серверных мощностей, который проработан, был архитектором совместно с тем самым подразделением, который айтишную инфраструктуру умеет поддерживать и создавать. Была, естественно, создана архитектура и был осуществлен подбор ПО достаточно кропотливый. В итоге мы, я чуть позже покажу, из чего эта архитектура состоит, но в основном мы, ну, короче, мы очень мало денег на самом деле потратили на софт. Мы выкинули дорогущий Курадар и вот стоимость Курадара хватило с лихвой на все, еще и вроде сэкономили на софте. И самое главное это расчеты HR, потому что, ну, все мы прекрасно знаем, что Security Operations Center это люди, технологии, процессы. И люди это очень важный элемент, поэтому, ну, мы как бы тоже это все рассчитывали. При этом в рамках подготовки мы, естественно, все это сравнивали с коммерческими соками, которые на рынке были. Мы очень плотно поработали с Ангарой, очень плотно поработали с Бизоном, еще с тремя компаниями, которые на слайде есть. И работали мы честно, то есть у нас не было намерения, что мы все непременно делаем свое. Мы все, на самом деле, сводили к экономике для того, чтобы понять, а мы вообще дешево делаем или дорого, или ну его нафиг, и лучше классного Мишу Клычника на улицу, а получать услуги из какого-то стороннего Security Operations Центра. В итоге, приоткрою завесу тайны, по сравнению с самым дешевым предложением, у нас стоимость владения сока была ниже на 40% за 4 года. Если считать дальше, то, наверное, сравняются они где-то рано или поздно, но изначально было так. Соответственно, обоснование проекта для проекта, это как бы важная вещь у нас и, я думаю, важная вещь в любой организации, что мы вкладывали в это обоснование. Во-первых, мы количественно оценили риск, потому что с бизнесом разговаривают, наверное, ой, вы знаете, там такой высокий риск, но это какой-то детский сад, детский лепет, и ну, несерьезно, наверное. Поэтому каждые риски, которые у нас были, в том числе остаточные, они были оценены количественно, и, соответственно, это легло в виде некоторого экономического базиса в обоснование всего проекта. Мы провели анализ рынка, это вот те самые 40% стоимости, они из этого анализа произошли. И анализ рынка не только соков, но и анализ того, что коллеги в других банках крупных делают в части мониторинга, и как они решают свои задачи. мы подготовили точный, очень честный TCO, то есть, ну, стоимость владения, мы целиком и полностью показали правлению для того, чтобы бизнес понимал, а сколько денег чего стоит. Создали вот такой вот план, на нем, наверное, особо останавливаться не буду, но здесь что важно, что работы в части инфраструктуры, они, ну, правда, долгие для того, чтобы тщательно, кропотливо подключить все элементы инфраструктурные и на базе этого сформировать некоторый набор правил по реагированию на события в, например, операционных системах, потому что те же самые правила для винды, мы сейчас их переписываем, используя там Митро и все на свете, все хорошие практики, у нас там их получается порядка 130, их много, и, ну, как бы их нужно имплементировать, выверять, проверять, смотреть, тестировать, поэтому это очень долгий кусок, и если кто-то вам где-то скажет, что мы там справились за три месяца, ну, это либо маленькая инфраструктура была, либо ребята большие молодцы, либо просто врут. Используемые технологии. Мы купили достаточно много железа по нашим меркам, в итоге у нас получилось 336 ядер, 3 терабайта оперативы и где-то 100 терабайт дисковые подсистемы, это все то хозяйство, на котором живет СОК и обслуживает МКБ и отдельные дочерние организации. При этом нужно понимать, что это еще не все, то есть у нас в ближайшее время докупка будет. И здесь же представлена архитектура того, что у нас получилось, сбор логов я сейчас отдельно еще покажу, но там в основном NX-логи, волфы, самописи, соответственно, те инциденты, которые возникают, они первично обрабатываются кавкой, потом у нас происходит обогащение, потом у нас происходит сравнение, ну, короче, все, как в лучших домах, но в основном на open source, либо на собственной разработке на питоне, потому что вот там дата парсинг, регистратор, то, что есть здесь, это все наша разработка ручки ребят и питон. Ну и, соответственно, в итоге у нас события, которые сырые, они падают на ZDFS файловые системы, те, которые нужны для того, чтобы ими активно пользоваться, они вываливаются в эластик, а для операторов и монагеров существует Jira, которая на себе, она как бы демонстрирует инциденты и по сути является единым окном для всего СОКа. Вот, теперь, что касается мониторинга и метрик, ну, тут как бы ничего сложного нету, все просто, но, наверное, важно понимать, что мы особенный акцент делали на том, чтобы СОК был доступен и одни из первых наборов правил, которые мы в принципе создаем, это правила, связанные с тем, что события перестали поступать. Вот, это прям, ну, не знаю, как назвать, пунктик для меня очень важный, потому что бывает такое, что про это забывают. Ну, и, соответственно, метрики того, как что работает, это тоже неотъемлемый атрибут для того, чтобы адекватную поддержку делать. И мы сразу на этом заострили внимание, потому что, ну, можно бесконечно двигаться в развитии, но если ты вот взял, построил одну стенку у дома, потом перешел к следующей, построил ее, у тебя предыдущая развалилась, это, наверное, не способствует тому, чтобы дом построился. Промежуточные результаты, что мы сейчас умеем? Мы сейчас умеем фильтровать 20-40% в зависимости от коллекторов и в зависимости от платформ для входящих событий, мы умеем обрабатывать объем событий где-то примерно в 150 гигабайт в сутки, у нас средний поток данных, ну, который просто среднесуточный, 4000 событий в секунду и, соответственно, пиковый поток на источник, это чуть больше 5000 у нас фиксировалось. Есть достаточно распространенные платформы, с которыми мы умеем дружить и откуда мы умеем получать события, есть 117 готовых правил, есть 4 подключенные инфраструктуры в МКБ и в дочерних организациях. Вот этого мы, в принципе, добились с начала этого года. Прикольно. Вот. Есть еще и процедуры, связанные с реагированием, естественно, здесь на слайде, быть может, кому-то будет полезно для расчетов, это наша статистика, сколько у нас люди умеют обрабатывать события в зависимости от режима их работы. Почему есть два режима? Потому что мы недавно совсем перешли на режим 24 на 7 и, в принципе, наверное, есть организации, которым 24 на 7 вообще никуда не уперлось и достаточно стандартных 5 на 9. Вот. Поэтому можете себе поиспользовать и эту статистику, если вдруг где-то она вам потребуется. Консолька оператора, та самая Jira, здесь много всего, здесь происходит достаточно качественное обогащение, потому что каждому инциденту мы стараемся прилепить не какую-то учетную запись лишь, но еще и пользователя для того, чтобы можно было понимать, с кем общаться, ну, если, допустим, происходят какие-то нехорошие события из-под учетной записи пользователя. Сюда же мы стараемся притягивать некоторую информацию из нашей, ну, к сожалению, псевдо-CMDB, потому что, ну, полноценно ее назвать нельзя, там фрагментированная пока что информация, но, тем не менее, коллеги из IT активно работают над ее наполнением, поэтому здесь это тоже используется. Ну, и плюс различные прикольные ссылочки для того, чтобы можно было связанные инциденты, связанные события смотреть, это сильно упрощает ребятам жизнь. Вот, теперь, собственно говоря, основная эта тема у меня была про плюс, минусы, подводные камни. Какие плюсы? Ну, стоимость, это плюс понятный, потому что 40% стоимости владения по сравнению с коммерческими соками, это, ну, объективный показатель. Скорость реагирования. Мы точно реагируем быстрее, потому что, ну, взаимосвязанное следующее свойство, потому что управляемость выше. Ну, я всегда могу прийти и сказать, ребят, давайте что-нибудь поправим, давайте как-нибудь это сделаем лучше. В сторонний сок я, наверное, тоже могу так прийти, если бы был соответствующий договор, но сами процедуры исправления, с учетом того, что у сока клиентов много и какие-то индивидуальные процедуры делать для отдельного клиента, сомневаюсь. Опять же, наверное, можно это сделать, но скорость реализации будет высока. При этом снова про скорость реализации, но это уже минус, потому что мы, естественно, этот проект делаем, но мы понимаем, что он будет долгим. Мы сразу настраивались на то, что только лишь к концу 2023 года будет что-то, что с моей точки зрения можно называть адекватным соком, потому что то, что мы делаем сейчас, это какие-то базовые на самом деле вещи, которые умеют может быть все и не умеют, но я надеюсь, что умеют все, и просто я бы сказал, что основное время в этом году мы посвящали созданию некоторого базиса, то есть написанию ядра, подключению нашей ключевой инфраструктуры, созданию отладки коллекторов, которые нормально бы работали, то есть такие вот вещи, которые на самом деле являются базисом. То, что 117 правил возникло, но это как бы прикольный эффект, но нельзя его назвать побочным, но я бы сказал, что здорово, что так получилось, потому что на самом деле основной акцент именно на правило это 2022 год. Поэтому скорость реализации, наверное, в коммерческом соке она быстрее, даже несмотря на договорные процедуры, даже несмотря на то, что то же самое нужно делать с инфраструктурой, ее тоже нужно подключать к каким-то сборщикам, но уже стороннего сока, но все равно, скорее всего, там просто запуск и вхождение происходит быстрее. Огромный минус, который есть, это поиск персонала, потому что я акцентировал внимание на том, что там было два классных парня, которые это драйвили. Еще у нас есть Саша Сотников, тоже классный парень, который драйвит все процедуры, связанные с реагированием, но выкорчевывание с рынка таких единичных людей, это на самом деле стоп-фактор, то есть нужно какими-то контактами обладать и знать, кто могет для того, чтобы такого рода людей к себе привлечь. Ну, еще и какие-то плюшки этим людям поманить, показать, для того, чтобы они со своей стороны сказали, ну да, кажется, прикольно будет тут работать. И огромное количество подводных камней, потому что вот эти вот ключевые фигуры, которые взяты, они являются подводным камнем, потому что они в какой-то момент могут встать, сказать, Вячеслав, мы пойдем другим путем, в другой светлый путь. Поэтому требуется с ключевыми фигурами в моем соке, например, ну, какой-то вот очень адекватная какая-то работа. Очень важно понимать, что в итоге хочется получить. И здесь, наверное, это характерно в том числе и для сценария, когда используются какие-то коммерческие соки, потому что если там ЦИСа или какое-то ответственное лицо в организации не понимает, что он хочет от сока, где сок заканчивается, где реагирование начинается, в каком виде все это происходит, обратная связь и так далее, если у него картинки нету, то, скорее всего, договор получится безумно вырожденный и нежизнеспособный по крайней мере в первый год работы. Поэтому четкое понимание желаемого результата это подводный камень везде. Умение быть толмачом, что я подразумеваю, что мне нужно было перевести с нашего технического уругвайского на бизнесовый парагвайский. И вот когда вот этот перевод происходит, бизнес начинает адекватно понимать и выделять деньги на то, чтобы такого рода активности реализовывались. Дальше. Дружба с экономикой, Excel, PowerPoint. Но это то лицо, которое куда-то в сторону правления ходит, должно дружить, потому что если презентация фиговая и в Excel кривые расчеты, то вряд ли что-то получится. И вера в свои силы, да, это тоже, потому что где-то на полпути можно, блин, что-то как-то медленно идет или как-то хреново получается или ой, блин, сейчас они снова там сядут ядро переписывать. Это демотивирует и нужно находить какие-то все-таки положительные моменты в том, что реализуется. Поэтому давайте я, наверное, на пожелание каждому и всем верить в свои силы закончу и на вопросы отвечаю. А как решаете проблему нормализации логов и инвентаризации? Два вопроса. Отличный вопрос, но немножко не по адресу. Я как бы, ребята, настоящий сварщик, я для этого имею технических специалистов. Я показал некоторую архитектуру, соответственно, была создана некоторая единая таксономия для всех событий, которые попадают в сок и в зависимости от того, какая технология получения этих событий, либо они сразу вваливаются с правильным парсингом и в правильных кодировках, либо снова берутся питонописцы, которые некоторым образом дорабатывают и нормализуют. Надеюсь, что я ответил на вопрос. Будем считать почти. Еще вопрос. Не увидел на слайдах, какую же систему вы все-таки используете? Это самописная история? Это самописная. То есть, ядро, оно тоже написано на питоне и все. Мы пользовались Курадаром, мы уперлись в ограничения Курадара, связанных с обогащениями и, в принципе, его кастомизацией и пришли к выводу, что все, коммерческие СИЭМы, это не наш путь, мы пойдем своим путем, поэтому расчехлен был питон, достан со складика ЭЛК и погнали. А сколько Змеелюбов у вас там в команде? Сейчас у нас в команде очень много на самом деле Змеелюбов, но вот этих вот акцентированных сидят два человека, ну, наверное, все-таки три, которые действительно им постоянно пользуются и которые постоянно что-то куют. А какая-нибудь боль есть от использования интерпретируемого языка или нет? Баттлнек, не знаю. Да я бы не сказал на самом деле, но в принципе большая разница в том, чтобы мы это делали на дотнете или там на джаве versus питон, я бы не сказал, что она есть, потому что разрабы в принципе стоят примерно одинаково. Производительность, ну, да, на джаве, на дотнете можно ее достичь, наверное, повыше и как-то оптимизировать код, но у нас сейчас текущие замеры производительности подсказывают нам, что у нас есть расчет на виртуалку и полная горизонтальная масштабируемость, то есть если нам не хватает производительности, то мы поднимаем еще одну виртуалку и в таком контексте, ну, это адекватно, просто архитектор питон любит, поэтому вот они как-то начали на нем и на нем стали продолжать. Слушай, а если в попугаях, то сколько EPS у тебя система переваривает? Ну, я там писал, там 5000 EPS, это пиковые значения, которые сейчас были, средние, это 4000 в сутки. Затягиваете ли вы в сок события от приложений говорливых? Мы начали это делать, если вспомнить там наш план, то у нас там есть отдельная колбаска под названием бизнес-ап, вот, и мы уже первые камни закинули, и наши интернет-банки стали подключать, вот, но пока еще это не боевой режим, это просто некоторые, некоторые упражнения тестовые, я бы сказал. Вот еще меня заинтересовала твоя оценка рисков, какую методику вы использовали и подход? Слушай, ну, я не знаю, как это назвать, да, то есть, я тебе сутевую часть могу рассказать, есть некоторый набор сценариев, которые могут принести финансовой организации какие-то потери, вот, в этом наборе сценариев есть внешние злодеи прибежали и что-то плохое сделали, внутренние злодеи или не злодеи, там, неосознанно что-нибудь наколхозили каких-нибудь платежей огромных, банкоматы, терминалы либо оттуда бабло каким-то образом забирают, либо через них пытаются там до процессинга дорваться и начинается уже первый совсем сценарий, и сценарии связанные с недоступностью систем и сценарии связанные с утечками данных. Утечки данных самые дешевые на самом деле из этого, не, дешевле только терминалы и банкоматы, потому что они застрахованы. Вот, и дальше на это накладывается бюджет, оценка собственных рисков, берется статистика доступная не то чтобы общественно, но скорее там все больше услугов, у какого банка там сколько денег украли какое-то время назад, дальше берется статистика из новостей, кого там судят из работников, на какие суммы украл у банка там кассиры, операционисты или какой-нибудь там управляющий филиал. Все вот это вот агрегируется, плюс накладываются оценки от нас, как от экспертов, то есть от департамента всего, плюс еще привлекаются люди из IT, отдельно взятые для того, чтобы просто какую-то сумму посчитать. Дальше все от бизнеса люди. Что? От бизнеса люди. Да им это не особо надо, они это в итоге смотрят, ну то есть для них оценку сделали, пришли, они такие, так, это что это у нас, внутренний работник может 150 мультов украсть, правда может? Ну и все, и оно подтверждается. Вот, дальше на это накладывается бюджет, связанный с нами, как с людьми, с, ну потому что мы тоже деньги потребляем, со средствами защиты, которые мы поддерживаем и которые мы оплачиваем, и у нас получается какой-то там остаточный, остаточный денежный мешочек, который нужно, если хочется что-то сделать хорошее, просто влезть аккуратненько, без того, чтобы целостность мешочка не нарушить. Вот. А были ли случаи на производстве, условно там переносили ли вы риск, страховали, отказывался там бизнес, мы этот риск принимаем условно? Не, был, конечно, то есть мы же в живом общении с бизнесом, и безусловно у бизнеса есть самое первое право сказать, что не, 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 это не актуально, потому что, и конечно, такое было, и более того, и страхование у нас используется, но мы при этом понимаем, что если, что страхование это такая тоненькая штуковинка, она сначала стоит дешево, но если у тебя что-то пыхнуло, то, во-первых, для получения страховки там происходит огромное отвлечение ресурсов на различные проверки, а с другой стороны, полис на следующий год резко дорожает, поэтому, ну, мы к этому относимся действительно как к страховке, а не к какому-то вот знамени, которое можно поднять, и под ним там далеко-далеко идти. По метрикам эффективности можешь поделиться, вот какие метрики для себя разработали или планируете еще дополнительно разработать? Ты имеешь в виду технические или вообще в целом? В целом. В целом, смотри, у меня есть метрика в виде занятости людей, то есть она мне нужна для того, чтобы я мог какие-то тренды видеть и в зависимости от этого докидывать людей на первой и второй линии. У меня есть метрика, связанная со скоростью реагирования на инциденты и скоростью их закрытия. И, в принципе, использую я достаточно активные отчеты, которые показывают, а сколько у нас там незакрытых. Вот. И тоже как бы тренды я смотрю. Для меня, в принципе, этого достаточно. Есть еще метрики по каждому человеку, который, например, там в первой и второй линии работает. Это для того человека, который у нас отвечает за реагирование на инциденты. Это важно, потому что он понимает, кто хорошо работает, кто плохо, кто халявит. Например, вот у нас недавно один испытательный срок не прошел. Мы его уволили, взяли следующего. Благодаря этому. Вот последний вопрос от меня, еще вопросы от зала будут. Показатели комплайнса. Вот для себя какую-то выработали уже картинку, чтобы было понимание, там, такой-то домен PCI DSS вот и окей, такой-то не окей. По ГАСТу может быть подход к снаряду уже делали. Ну, здесь я бы сказал, что это с соком-то не сильно связано, потому что это, ну, просто один из элементов, который можно показать аудиторам. Вот. А сам комплайнс, но что мы с ним сделали? Мы поняли, что у нас есть КИ, ГОСТ, PCI DSS и еще там что-то было. А, свифт еще. Ого. И, ну, как бы, четыре аудита в год проводить, или там, три аудита в год, да, с учетом того, что где-то двухлетний период, это тяжеловато. Поэтому мы склеили все аудиты в один, но отдаем целенаправленно в одну компанию, которую выбираем из всего набора. И склеили пентесты тоже в один, который в другую компанию выдаем для того, чтобы, ну, требования банально PCI DSS, свифта и ГОСТа выполнить по тестированию на проникновение. Ну, а сок это просто некоторая сущность, которая тоже демонстрируется для того, чтобы показать, что да, у нас вот тут вот логируется, да, у нас логи есть, мы можем посмотреть. теперь вопросы из зала. Как обучаете новых сотрудников с высокими компетенциями, которые вам нужны? Это вторая, третья линия? Пока мы на самом деле скорее берем более-менее готовых, либо каких-то, я бы сказал, умненьких и обучаемых, то есть, которые в состоянии самостоятельно чему-то научиться в зависимости от того, какая задача есть. Но при этом, безусловно, есть старшие товарищи, которые там подсказывают, рассказывают, и как-то пытаются ориентировать человека, но точно совершенно нету у нас каких-то специализированных курсов. Мы даже, ну, признаться честно, не исследовали рынок в этой части. Скорее мы предпочтем где-то найти кого-то готового и как-то попытаться его схантить, если такая потребность есть. Вот еще вопрос поступил. В Ангаре, например, первая линия 21 человек, а у тебя сколько? У нас сейчас первая линия это 7 человек, которые действительно могут обеспечить круглосуточную, круглосуточное функционирование первой линии. При этом, даже больше скажу, мы решили сэкономить, и вот эти вот люди, которые сидят на первой линии, они оверквалифайд для первой линии. Это скорее уже что-то близкое ко второй. Они не выгорают, случайно? Не-не-не, они еще пока что не выгорают, с одной стороны. С другой стороны, у них есть вполне понятный карьерный путь, куда они могут прорасти из этой второй линии. Как оркестрировать свою автоматизацию и СЗИ сами администрируете или войти? Так, начну с оркестрации. У нас есть некоторые скриптовые элементы для оркестрации, когда мы понимаем какую-то автоматизированную процедуру реагирования. но я не скажу, что мне это сейчас нравится, потому что это, во-первых, кусочно, во-вторых, это не целевая какая-то штуковина и пока что это не выглядит как что-то такое интерпрайзное с какой-то более-менее адекватной платформой. Поэтому мы сейчас находимся в режиме выбора системы оркестрации и сравниваем продукты пальто, симплифай, IBM недавно приходил свои поделки показывал. Мы сейчас на самом деле выбираем. Соответственно, что касается средств защиты и администрирования их, да, мы администрируем это самостоятельно, потому что, давайте возьмем пример какой-нибудь Fire. Для того, чтобы мне проконтролировать, что делают люди из IT, откатить те изменения, которые, на мой взгляд, были некорректными, мне требуется намного больше ресурсов, чем выдать команду администрирования. Поэтому с этой логикой мы администрируем все средства защиты самостоятельно, за редким исключением. Супер. Ну и, пожалуй, последний вопрос, не буду тебя больше мучить. Почему стоимость внутреннего сок относится к плюсам? По идее, гибридный полный аутсорс дешевле. Не дешевле. Смотрите, для того, чтобы взять аутсорсинг, для того, чтобы какой-то сервис внешний получить, так или иначе нужны капитальные затраты, которые либо в договоре вам выставятся, либо вам самим необходимо то же самое оборудование для сборщиков событий приобрести. Вам, если это свое оборудование, вам потребуются какие-то ресурсы на его администрирование. Дальше у вас будет некоторый период адаптации повышенного потребления ресурсов внешнего сока, для того, чтобы они могли настроиться для того, чтобы адекватно обрабатывать ваши события, формировать из них инциденты. Плюс к этому реагирование всяко остается с очень большой вероятностью всяко остается на заказчике. И команда реагирования тоже денег стоит. Поэтому, если вот это все посчитать, плюс к этому понять, что внешний сок не может работать без маржи, и внешний сок хочет как можно больше маржи, это вполне естественное желание для бизнеса, то прикидки получаются такие. А мы просто сравнивали именно по деньгам, получая коммерческие предложения. Спасибо. Коллеги, последний шанс задать вопрос Вячеславу. Я вот много лет в Реддиме, и у меня нет опыта в соке. Но вы сказали фразу, что каким-то компаниям не нужен сок 24 на 7. И я, если честно, это не могу в голове у себя уложить, ведь если в выходные дни сок не будет работать условно, они там отдыхают, то какой-нибудь АПТ-группе достаточно будет этого времени, чтобы вообще всю инфру поиметь. Каким компаниям вообще может понадобиться сок не 24 на 7, и зачем он тогда нужен? Я понял вопрос. Наверное, да, наверное, мне нужно уточнить свою фразу. Правильно, наверное, сказать, чтобы, что ручная обработка событий 24 на 7 навряд ли нужна. Почему? Потому что мало идентифицировать инцидент, выявить его и кому-то продемонстрировать. Важно также еще и реагирование на него осуществить. Если у компании по какой-то причине нету, например, ИТ, которая способна адекватно работать в режиме 24 на 7, то этот инцидент всяко будет ждать утра. И получается, что люди, которые способны проанализировать первичный инцидент, они тоже могут приступить к работе только с утра. И разница в скорости реагирования будет минут 40-50, наверное. И это важно учитывать именно с точки зрения способности реагирования. Потому что в принципе ценности в том, что СОК выявил инцидент, но она нулевая. А ценность именно в том, чтобы инцидент вовремя был митигирован, как-то купирован, а то и вовсе прекращен. И поэтому здесь вот такая зависимость образовывается. Окей, спасибо большое. На сцену приглашается Зуев Владимир, начальник отдела корпоративного центра взаимодействия системы ГОСОПКО, Департамент информационной безопасности АО Россельхозбанк. Добрый день, коллеги. Сегодня хотел бы обсудить с вами вопросы, так сказать, наведения порядка в CM-системах, потому что известно, что некоторое время назад был серьезный тренд на закупку CM-систем. Многие получили к себе в распоряжении этот инструмент, но должным образом не подготовившись к его появлению, можно получить большой ряд проблем, разочароваться в таком решении и в целом просто потратить серьезные ресурсы, не получив никакой ценности от них. Поэтому хотелось бы поподробнее взглянуть на один из ключевых элементов такого класса систем, а именно на корреляционные правила, поскольку по сути CM-система выполняет достаточно ограниченный набор действий на события, которые поступают и одним из этих действий собственно является корреляция. И чтобы простым языком объяснить, что такое корреляция, точнее, что такое корреляционное правило, мне нравится рассматривать их как по сути набор тестов, которые проходят каждое событие, которое поступило на корреляционный движок в зависимости от архитектуры CM-а, где он располагается в коллекторе, в консоли, в данном случае это не столь важно. И корреляционные правила по сути являются главной ценностью аналитической как центра реагирования, точнее центра мониторинга, так и просто подразделения, которые в той или иной степени используют CM-систему и надеются получить от нее какой-то ощутимый импакт. Поскольку это данные аналитические, то они требуют учета и системного подхода к их управлению. Какие есть основные преимущества, которые лежат на поверхности от системного подхода к управлению правилами? Во-первых, это измеримость покрытия и управляемость. Если структурировано и качественно вести базу корреляционных правил, никогда не возникнет такого вопроса, что в инфраструктуре появился какой-то новый сегмент, бизнес запустил какую-то новую систему, она с собой естественно привела какой-то набор КТСов и элементов инфраструктуры, и мы задаемся вопросами, а попадут ли они напрямую в скоп наших корреляционных правил, или нам нужно в срочном порядке что-то перерабатывать. и если в организации не налажена так скажем качественная процессная система ввода систем эксплуатацию, эта вся информация может прийти в сок уже так скажем в последний момент, когда система уже стучится в пром. Далее как сопутствующее и следующее свойство это упрощение масштабирования, потому что когда к вам придет ваше подразделение по внедрению или бизнес и скажет что вот да мы расширяемся мы меняем технологический стэк или еще какие-то изменения вносим то систематичные правила гораздо проще смасштабировать и расширить на эти новые сегменты и собственно оценить трудозатраты к этому процессу и это достаточно сильно экономит ресурсы аналитиков которые можно будет перераспределить собственно на какие-то более важные задачи но при всем при этом если смотреть на сами корреляционные правила они требуют постоянной работы с собой то есть нельзя написать сотню две сотни классных правил и навсегда забыть о них потому что IT-инфраструктура всегда находится в каком-то движении постоянно трансформируется и скорость этой трансформации увеличивается и нарастает поэтому всегда в самом классном правиле будут какие-то исключения и какие-то особенности для вашей конкретной организации потому что идеально стандартизированные эти инфраструктуры скорее всего не бывает или бывает но не даже в среднем интерпрайзе поэтому чем системнее у нас подход тем проще нам управлять исключениями тем проще нам бороться с фолсами и тем лучше мы распределяем ресурсы подразделения по мониторингу и последний на слайде но не самый последний по значимости это один из вариантов накопления базы знаний потому что независимо от того аутсорсинговый или это сок который копит данные о каком-то своем новом клиенте или это инхаус сок который возможно не обладает полным знанием о своей инфраструктуре и ему необходимо накапливать где-то как знание именно в части построения сетей так и привносить новую экспертизу и доносить ее между коллегами по актуальным трендам атакам и таким сущностям и каталог правил качественно структурированный может также содержать и дополнительные сведения которые легко получить поскольку они собственно качественно уложены и хранятся если взглянуть на любое корреляционное правило то помимо той настройки так скажем той его формы которая есть всеми которые вы выбрали можно всегда его дообогатить чем-то своим используя альтернативные способы дублирования и хранения и вот на слайде представлены на мой взгляд основные атрибуты которые следует использовать поскольку они достаточно позволяют гибко собственно анализировать эти правила смотреть что у нас покрывается что не покрывается зачастую предоставлять информацию кому-либо по запросу например приходит какая-то трендовая уязвимость и мы можем быстро в пару щелчков выгрузить по атакованному так скажем не атакованному а эксплуатируемому процессу или какой-то IT технике все правила которые на него нацелены или отсортировать по серверам по рабочим станциям и так далее то есть в этом подходе нету так скажем никакой стандартизации где можно было бы просто заглянуть и все это почитать каждый выбирает для себя сам что ему удобнее и что ему актуально в каждый момент времени собственно в которой строится этот процесс управления правилами но немаловажно чтобы качественно построить процесс управления правилами нужно еще проработать некоторые архитектурные особенности управления источниками потому что зачастую встречается ситуация что источники подключаются события идут на коллектор и в качестве парсинга просто осуществляется так скажем выдирание какой-то полезной нагрузки из событий и распределение его по полям и для абсолютно разных так скажем точнее для одинаковых классов решений но от разных вендоров у которых могут отличаться именования логов то есть именование полей кто-то называет IP с которого идет например сетевая активность с сорсом кто-то просто помечает что это from кто-то может юзернейм парсить точнее не парсить а передавать на коллектор в логе вместе с доменом может отдельно то есть поскольку каждый вендор может в своей части как-то влиять на состав логов нам со стороны СИЭМа необходимо это все качественно унифицировать потому что с момента написания простых правил которые просто смотрят на конкретное событие конкретного источника и оценивают его мы со временем все равно перейдем к правилам которые будут коррелировать события с разных источников но чтобы этого добиться необходимо чтобы события были унифицированы и СИЭМ понимал что хоть события пришли с разных источников они отнесены к одному объекту или к одному событию поэтому на унификацию нужно обращать особое внимание в идеале ввести базу в которой размечены типы событий которые нам поставляют источники и типы сущностей которые со стороны СИЭМа принимают эту информацию чтобы опять же команда по эксплуатации СИЭМа при подключении могла четко знать какой у них стоит заказ на парсинг логов и как куда они будут раскладываться это экономит время это точнее это экономит время на дистанции до того как базовый объем работ будет проведен но это именно как operations потом будет гораздо быстрее и качественнее осуществляться и это помогает избавиться от ощущения что вроде как у нас все подключено но возможно что-то не коррелируется так как нам нужно а это ощущение от которого на самом деле очень тяжело избавиться также как я уже говорил ранее управление исключениями является крайне важным для СИЭМ системы и чем больше у вас правил чем больше у вас архитектуры не архитектура а ваша собственная инфраструктура тем важнее пользоваться всеми возможностями вашего СИЭМа потому что например если он позволяет вам формировать внутри какие-то дополнительные сущности например как банальные списки в которые вы можете вносить какие-то значения и проводить тестирование правила точнее тестирование событий и исключая из них не поштучно например вот как на примерах для событий сетевых для событий запуска PowerShell у нас в виде исключений внесены все армы администраторов которые у нас есть в инфраструктуре это достаточно удобно если мы работаем с небольшим объемом правил но если происходит такое событие что у нас появился новый администратор поменялся сегмент в общем произошло какое-то изменение нам нужно все эти правила актуализировать если у нас в каждом правиле вручную внесены все айпишники например армов администраторов то аналитикам необходимо мало того что просто вручную проштамповать везде эти изменения в каждое правило но при этом еще и помнить в каких именно правилах у нас есть это исключение и это вариант что-то упустить если это все не документировать это вариант достаточно такой легкий с другой стороны если у нас да есть такая сущность как список которая просто включена во все правила в которых нужно исключать армы администраторов то единоразово обновив полученной информации этот список оно автоматически попадет во все исключения и головной боли будет меньше и собственно мы точно не упустим какое-то правило которое нам потом либо нарожает фолзов либо собственно ослепнет потому что самое хорошее правило можно очень легко испортить недостаточно точным внесенным исключением поэтому к исключениям нужно относиться крайне серьезно они должны тщательно прорабатываться даже если они абсолютно выглядят тривиально на первый взгляд и все это должно детально документироваться потому что если больше чем один аналитик занимается своей работой если это несколько подразделений то один человек внесет исключение второй не будет знать о чем оно и это может повлезти потом где-то потенциально к реализации угрозы которая на первый взгляд полностью у нас ну не полностью но по нашему представлению покрыта собственно нашими мерами контроля вот и это как такой небольшой пример того что может дать стандартизация в работе например да мы получили новую уязвимость или просто какую-то информацию что есть какие-то новые атаки на наш процесс лсаса и чтобы быстро понять а какие же правила у нас собственно нацелены на его мониторинг и в каких он задействован достаточно просто нажать например на тег если у нас используется система которая поддерживает для стандартизации именно систему тегирования или если это какое-то самописное по которое по каким-то другим способам умеет сущности группировать мы просто выбираем искомый параметр и нам высвечиваются все правила которые так или иначе под него подпадают и на первый взгляд это может выглядеть как излишняя трата времени но потом с ростом развитием и увеличением мощностей собственно подразделения мониторинга и аналитиков это такое свойство и такая возможность она гораздо больше даст плюсов чем минусов и затраченная энергия она в итоге принесет хороший результат на первых этапах ну и вообще на практике для любой информации в которой больше чем одно поле у нас любят использовать Excel но для поддержания хорошей уверенной базы корреляционных правил следует рассматривать какие-то более так скажем адаптивные решения и поскольку тут нету никаких конкретных опять же best practices каждый выбирает то что ему удобно но всегда можно опираться на ряд критериев на основании которых оценивать какое решение вы возьмете себе в пилотирование и в имплементацию ну и первое это естественно возможность поиска по полям по параметрам чтобы осуществлять все эти выгрузки мониторить покрытие и динамически формировать те или иные отчеты которые интересуют либо нас самих либо кого-то из заказчиков или из бизнесов также крайне важно на мой взгляд чтобы система позволяла хранить и поддерживать версионность правил потому что да мы можем взять какое-то правило на актуализацию и утащить его в работу может быть даже оно пройдет у нас полный цикл ввода в эксплуатацию но затем мы можем найти какой-то критический косяк и если у нас нету никакой версионности то придется по памяти восстанавливать его первоначальное состояние а если у нас есть управление версионностью то мы можем просто откатиться пометить это правило как либо ненужное либо требующее дополнительной переработки и пустить его дальше в работу по циклу также конечно необходимо чтобы более чем один человек мог работать в системе потому что ну да здесь все скорее всего интуитивно в Excel не может работать больше чем у одного человека люди не могут вносить одновременные изменения и вообще управление ролевым доступом и мониторинг собственно активности самих аналитиков это тоже вещи которые необходимо иметь в виду и если уж брать какое-то централизованное качественное решение то оно должно поддерживать возможность работы нескольких пользователей иметь веб-мороду и быть доступным и удобным и как такой штрих на так сказать развитие на будущее это возможность синхронизации либо с тикетными системами где аналитики могут получать какие-то заявки в зависимости от того как в целом построен процесс актуализации или ее можно банально синхронизировать с ERP и выгружать оттуда фидбэк от специалистов которые осуществляют мониторинг и реагирование если они видят что какие-то правила требуют доработки можно синхронизировать эти системы чтобы аналитики сразу получали в работу тикеты также если ваш CM поддерживает какие-то вариации CICD то это будет вообще идеально потому что можно писать собственно правила в том же ГИТе и потом просто деплоить их по API или какие еще механизмы поддерживать CM вашу конкретную систему и это гораздо удобнее чем переписывать туда-сюда правила после актуализации и перетаскивать их из какого-нибудь мейн-бранча в тестовый и так далее то есть интеграция CICD это тоже достаточно полезная и удобная фича ну и напоследок пара если можно так их назвать полезных советов и первое из них это собственно разрабатывать правила не сами по себе а использовать сценарии выявления или как называют юзкейсы библиотеки правил для более точного понимания покрытия конкретной угрозы не только со стороны какого-то конкретного источника или из чего-то подобного а формирование собственно комплексного понимания того как мы адресуем те или иные сценарии которые у нас оценены как вероятные к исполнению также стоит обратить внимание на такой ресурс как время аналитиков потому что постоянная актуализация правил и постоянный их пересмотр и даже банальное введение правил их карточек в таком структурированно тегированном декомпозированном виде это большая операционная работа она должна идти постоянно и она занимает определенный объем времени аналитика он не может грубо говоря писать правила и там где-то как хобби дополнять какими-то тегами пересматривать что-то и так далее у него должны быть обособленные процессы и выделены обособленные ресурсы чтобы можно было этот процесс называть полноценным и тогда и только тогда можно от этого процесса рассчитывать получить какие-то адекватные и оцениваемые результаты также зачастую можно столкнуться с ситуацией что аналитики это грубо говоря последние люди которые приходят в команду центра мониторинга то есть у нас выстроенные линии у нас выстроены процессы у нас пишутся плейбуки и нам как говорится нужны только правила и мы так сказать пойдем в бой но накопление базы юзкейсов и базы правил вне зависимости от того какой это сок внешний или внутренний это отдельный объем работы который требует отдельного вовлечения специалиста и полного его погружения в этот процесс поэтому какие бы качественные не были выстроены линии как бы не были расписаны все корреляции аналитик который пришел за месяц до старта сок в проект либо перепишет полтинник коробочных правил чтобы они худо-бедно что-то детектили либо сделает 2-3 качественных правила на которые собственно и будет реагировать вся наша выстроенная система и последнее хочется дополнительно отметить что в любом случае необходимо регламентировать работу потому что абсолютно не со зла и как бы не подразумевая каких-то рисков или просто в усталости люди могут делать абсолютно разные интересные вещи которые которые потом на следующий день могут предоставить нам невероятные результаты кто-то зашел в CM решил посмотреть как парсится поле подумал что там какой-то неправильный регекс внес правочку отправил ее в прот и закрыл консоль а на следующий день там родится десяток сотен а может поболее инцидентов которые сформировались просто потому что в итоге это регекс был изначально правильный или команда по эксплуатации CM решит перед выходными попарсить какой-нибудь новый источник или что-нибудь там переподключить не согласовав это с остальными подразделениями и в итоге можно завалить CM вряд ли но например ARP потоком новых инцидентов которые как фасы сформировались очень даже задача нетривиальная поэтому любая такая операция она должна быть уж как минимум оговорена а по-хорошему зарегламентирована и прописана в процессе работы и тогда просто мы будем иметь меньше вот этих операционных рисков на ровном месте спасибо коллеги спасибо за внимание спасибо Владимир на чем у вас построен сок Курадар на скольки EPS захлебывается захлебывается он по-разному абсолютно и сколько ему EPS не дай в принципе ну 5 10 20 ну больше там больше в районе 20 да 25 почему-то вопрос у меня интересует насколько сложно вам было интегрироваться с сопкой и как часто вы туда стучите и автоматизировано или вручную интегрироваться было на самом деле не сложно сейчас по большей части отправка идет ручная потому что ARP пока не до конца дружат вместе но стучим мы туда очень хорошо мы многое туда предоставляем информации собственно вчера на планерке это обсуждалось мы большой контрибьютор мы все что выявляем с ними делимся понятно вот меня еще зацепил слайд где вы отразили что ARP администратор у вас включены в исключение если будет компрометировано рабочая станция администратора как же вы тогда будете реагировать ну это примеры не наших правил это более абстракция но тут это было приведено как пример в части того что мы мониторим отдельно как бы разграничение пользователей между администраторами допустим и пользователя то есть пользователю точно нельзя PowerShell администратору возможно можно но для контроля ARM администраторов нужны дополнительные меры контроля и дополнительные правила которые будут друг с другом увязаны ну наверное такой классический вопрос на данной секции сколько человек на первой линии у вас у нас сейчас прям четкое разделение по линии не реализовано поэтому у нас первая вторая линия схлопнута но там сейчас пять специалистов сколько четыре пять в зависимости от семь восемь да ок записал еще себе в словарик записал занимательный термин критический косяк спасибо и завершающий доклад вишенка на торте партии приглашается Юрий Намесников руководитель сок Яндекс банка сегодня прям такие задорные доклады про интеграцию сока и про то вообще как это все строить а у меня такой вопрос казалось у кого было такое что бизнес взял и купил новый бизнес и вот там безопасности не было у кого такого случалось в практике что вам привезли новую компанию или открыли новый стартапчик там как бы про безопасность не думали нет ни у кого такого не было а вот я вижу робкие луки да вот как раз про такое хочется поговорить то есть вроде мы строим строим сок все хорошо у нас есть правила у нас есть процессы все построили а теперь на новом технологическом стеке в новой реальности подключите вот это мы тут про финансы соответственно надо понимать что финансовые компании сейчас активно растут и у них тут тоже много всего интересного происходит в частности банки любят покупать всякие системы там чаевые заказы консьержи вот это все вот оно приезжает оно начинает интегрироваться с вами оно появляется сетевая связанность а как только появляется сетевая связанность понятное дело что появляется возможность накуролезть вообще наверное стоит объяснить про сок немножко Яндекса и Яндекса в целом Яндекс это не только большая софтверная компания это не только большой страшный интерпрайз с HR и бухгалтерами и всем остальным но и Яндекс внезапно является логистической компанией Яндекс внезапно является у Яндекса есть гаражи с какими-то машинами которые могут сами ездить в общем внезапно все это приезжает сок и естественно есть ряд финансовых проектов которые тоже имеют свою специфику с Гастом с Миссия ДСС и всем вот этими прекрасными штуками и вообще из чего мы хотим добиться что такого интересного у нас парадигма что мы хотим сделать достаточно безопасно это первая вещь к которой мы пришли мы поняли что все залить в бетон и сделать мы не строим тут state of art security не очень террористично особенно когда все бегут и у вас приезжает новая степь технологии прям вот раз и приехал при этом наша задача сделать так чтобы бизнес мог с помощью существовать безопасно понятное дело мы должны успеть за его ростом потому что внезапно раз и бизнес умножился на два и три мы должны уметь в мультиклауд в мультиплатформенность и из прикольных бонусов которые вообще появляются у такого вот мульти такого сока это то что вообще-то мы можем автоматизировать неожиданные вещи в частности мы можем автоматизировать инциденты которые не очень связаны с классической информационной безопасностью например всякие внутренние нарушители потому что они плюс-минус действуют так как действует свежепопавший свежепопавший в систему злоумышлений ладно и вот ваша компания растет все хорошо бизнес идет в гору а сколько за всем эти надо следить и вот ты чувствуешь себя как этот товарищ смотрящий на камень потому что надо решить а что дальше делать как масштабироваться на следующий на следующую там тысячу компьютеров 10 тысяч компьютеров на следующую сотню серверов десятки тысяч сотни серверов по сути появляются варианты варианты развилки первый это сок то есть мы строим соки в каждой новой компании прикольно дорого но вполне себе рабочий вариант и даже сначала мы пошли по этому пути расскажу чем это все сейчас кончилось потом второй вариант как делают некоторые коллеги на рынке это внутренний сок для материнской компании где все понятно все процессы выстроены но и при этом плюс-минус понятно технологический стэк а все новые начинания которые пробуют что-то другой технологический стэк или полностью приезжают под ваше крыло уже готовыми тепленькими так сказать то они отдаются на откуда менедж соку тоже тоже вариант в принципе норм но при этом если вдруг эти компании начинают интегрироваться в вашу экосистему менеджер соку надо будет сделать всю ту работу которую вы тоже делали годами по подключению всех источников и включению всех исключений что естественно дорого и как вы видели на прошлых слайдах это года а вроде как годов у нас к сожалению нету ну и последний момент это тот вариант которым мы сейчас идем это внутренний сок который начинает быть похожим на менеджер сок что это значит это значит что мы шерим ресурсы там первой линии второй линии и автоматизацию и внутри своего же сок мы выделяем направление по работе с различными частями бизнеса и это может быть там логистика это может быть финансы это могут быть какие-то сервисы связанные с почтой облаками whatever в общем появляются выделенные люди которые по сути это именно то как работает коммерческий сок почему мы не пошли по первому пути потому что мы поняли что как раз ресурсы первой линии люди ну понятное дело что не могут бесконечно долго у вас работать на первой линии они выгорают им нужно развитие нужно постоянно подпитку в виде новых кадров и делать это на масштабе 10 компаний достаточно сложно ну к чему мы пришли первый тоже важный момент когда вы начинаете активно скалироваться вы внезапно понимаете что у вас может быть несколько технологических стеков где-то у вас елка где-то вам может что-то приехать со спланком что это делать если честно единственный нормальный путь это привязать к чему-то одному так например советуют люди из компании Blackberry тоже мы с ними общались спрашивали что делать при быстром росте они сказали постарайтесь все сделать в одной системе потому что даже если вы потом решите переехать на другую систему вы хотя бы вот этот один большой кусок сможете вырезать и переимплементировать вам не придется переимплементировать весь миллиард коннекторов в какие-то другие костыли которые вы уже наградили это будет очень сложно следующая тоже важная вещь по именно выбору там всяких защитных решений это минимизация таких экосистем чем проще эти решения построены именно интегрированы у вас и чем как бы чем меньше разных у вас историй тем легче вам это все масштабировать звучит достаточно капитанский но опять же когда вы покупаете компанию они к вам приезжают например с готовыми своими какими-то решениями и их не стоит держать стоит все это выкорщевывать и переделывать иначе вы потом не сможете купить компанию x plus 1 или открыть новый бизнес и тоже тут важный прикол который мы используем например в случае с CEL мы отказались от GUI практически и все изменения идут через гитхаб и через конфигурационные файлы что это дает это дает то что мы можем повторить тот же самый конфиг накатить еще где-то это прикольно это сильно ускоряет развертывание CEM или сбор логов в каком-то новой компании или бизнесе ну естественно появляются вопросы про сбор логов это прям классическая история сока вообще что тут можно сделать наверное самое ну понятное дело что есть питон и есть возможность все это преобразовать затащить и вот это все сделать и вот на предыдущем сайте на предыдущем токарчике рассказывал про как раз введение общей базы данных мы пришли к тому что вообще неплохо бы описать что вы ожидаете в качестве логов от той или иной системы потому что вы вот эту доку можете потом отдать разработчикам и говорить что вот это минимальный набор полей который точно вам понадобится то что разработчики никогда не наследовали инциденты безопасности и то что важно очень нам может показаться не очень важным вот в качестве примеров хорошо брать есть аваспусский логинг гайд и есть сплавский цим в обоих доках очень хорошо описано что какой-то минимальный набор требований и понятно что из этой доки очень хорошо можно написать свою доку почему нельзя взять ее по той простой причине что у вас точно будут какие-то свои системы с которыми вы точно хотите проинтегрироваться и их поля должны быть еще интересная вещь к которой мы пришли это набор контейнеров которые мы можем вынести за периметром вообще слово периметром считайте ругательством потому что периметров после пандемии не стало наша VPN сеть протянулась по всему миру это страшно поэтому что можно делать можно собирать как раз вот такие докер образы с контейнерами с сислогом с форвардерами с тем что нужно поставить вот этот минимальный набор в новую инфраструктуру и к нему подключать источники данных и дальше оно все будет прилетать к вам и это будет опять же экономить вам время на развертывание в новых местах это удобно хорошо и кажется неплохо работает плюс фильтрация данных то есть опять же вот в этих в новых местах где вы разворачиваете сбор логов с помощью таких контейнеров вы можете там сделать предфильтрацию что позволит не тащить терабайт логов к вам ну и естественно самый важный вопрос что делать с облаками все хотят запускаться в облаках понятное дело что особенно если у вас какой-то международный проект он будет жить может быть даже в нескольких облаках здесь основные вещи об которые мне кажется уже многие обожглись осознать что вы в публичном облаке а значит у вас три клика до того чтобы получить белый опишник и выставить что-то в интернет это первая вещь которую надо замониторить и попробовать ее сразу митигировать это опять же очень важно сделать на раннем этапе до того как вы начнете там строить какой-то продакшн процесс второй момент ваши все регламенты реагирования в облаке не будет работать сто процентов нужно будет их все адаптировать потому что внезапно когда первая линия получит такой инцидент она начнет его разбирать и поймет что этот пайлбук точно не работает тут потому что то что работает в АВС не работает в Ажуре и может по-другому выглядеть в Яндекс облаке здесь надо прямо прописывать в каждой каждой вещи но есть прямо огромный плюс того существования вообще чего-либо любого теха тут можно поставить любое слово в облаках потому что вы сильно минимизируете shadow IT и вообще история с инвентаризацией становится сильно проще и понятнее потому что в облаке оно есть из коробки большинство случаев есть то же самое с квери есть куберквери есть клаудквери плюс-минус все позволяет посмотреть внутрь либо контейнеров либо хорошо понять что находится у вас в облаке но и дальше есть всякие опишки есть готовые варианты внутри самих облаков при этом в облаке стоит не забыть про ядар потому что вы точно заходите там делать периодический instant response и ядар вам позволит это сделать быстро и идеально если вы можете описывать инфраструктуру языков тоже это это не кажется какой-то вещь которую должна пушить безопасность но с точки зрения сока это супер важно потому что как только у вас инфраструктура описана в каком терраформе вы опять же видите все все сетки вы видите все что меняется и можете на это писать алерты и это естественно спасает в некоторых случаях ситуацию еще тут есть ссылочка внизу это готовые всякие security solutions для жизни например в яндекс облаке то есть вот вы решили заехать в яндекс облако там есть прямо готовые решения которые разворачиваются терраформом и сока не надо думать как мне отсюда забрать логи как мне забрать эти логи какую логику можно накрутить вот там уже эти примеры есть пользуйтесь про агентов ну тут наверное сложно на самом деле нет хорошего прямо решения единственное что про исключение вот говорили на самом деле с исключением можно тоже делать version control для исключений и чтобы потом можно было эти исключения находить и если у вас внезапно меняется фендер то вы потом можете эти исключения быстренько перенакатить потому что вы знаете что вы не исключали опять же скажу про недарку ну в текущем ситуации когда все работают дома недарка нужна сильно экономит время то есть для нас там реагирование на инциденты позволило нам уменьшить на несколько часов весь процесс это прикольно ну и важный момент опять же мы говорим про финансы местами и тут много комплайнса и есть мониторики по комплайнс все мы их любим все мы знаем что они очень нужны но security не всегда не добавляют вот и здесь единственный способ того как это масштабировать опять же на тысячи компьютеров на десятки тысяч серверов это идти по пути хардлингов и по сути придумывать технические меры того как эти как делать так чтобы эти материнги не срабатывали например если есть походы в не знаю в продакшн то попробуйте эти походы в продакшн понять зачем люди ходят если они ходят туда там не знаю почитать логи сделать им возможность читать эти логи удобно у вас сразу сократится количество срабатан это тоже прикольная штука и тоже интересный момент коллеги показывали что инцидент происходит с какой-то обычной системой и очень часто нам нужно спросить у владельца системы а что происходит это ты тут накатываешь новый конфиг или тебе его накатывают без твоего ведома это ты добавил новых админов в группу или за тебя это делают опять же перескалирование очень классно жить в своей ERP системе типа хайва все хорошо но когда ты пытаешься это сделать на масштабе тысяч компьютеров внезапно ты понимаешь что тебе надо общаться с людьми и наше решение которому мы пришли это как раз мы с интегрировали вся компания живет стрекера и мы с интегрировали стрекером и зовем ответственность за системы в наши тикеты в стрекере что это позволяет сделать так как вся компания знает как с этим работать они понимают что мы там написали и могут нам нормально ответить что вообще происходит с системой таким образом наша первая линия к моменту когда она туда приходит там уже есть ответ от владельца системы что происходило это сильно ускоряет раз два это удобно но естественно есть один подводный камень как только вы начинаете использовать такую систему возникает плюс один источник того как можно поломать сок поломать через IRP систему или через сам надо озаботиться безопасностью самой этой системы иначе у вас просто сделаны слепыми в какой-то момент наверное это вот так крупноблочно крупноблочно наверное все но есть еще одна вещь все любят thread hunting и thread intelligence и очень круто когда вы организовали это у себя у вас появился какой-то процесс вы поняли какие группы вам интересны понимаете какие угрозы в первую очередь вам надо прикрывать но вообще thread intelligence и thread hunting в первую очередь про приоритизацию того чего вы делаете и от чего вы защищаетесь и очень сильно зависит от модели естественно злоумышленника но пытаться натянуть тот thread hunting который вы сделали для материнской компании на дочке наверное если бизнес абсолютно не идентичен то плохая идея по сути каждый каждый новый заход это лучше начать с нуля то есть не стоит пытаться натянуть ту же самую модель угроз и ту же самую историю с на новой компании лучше уменьшить скоп лучше сделать скоп более понятным и это принесет больше результат чем вы будете пытаться прогнать те же самые правила и те же самые hunting повторить во всех остальных местах потому что опять же весь thread hunting стоит начинать с вопросов на которые вы хотите получить ответы и я вас уверяю что как только вы зададите эти вопросы по отношению к не знаю новому бизнесу скорее всего в случае там яндекса вопросы про софтверную компанию они совершенно другие нежели вопросы про логистику или про финтех ну в сухом остатке у нас получается что понятное дело есть цификация есть история с адаптацией всего к облакам и вообще к мультиклауду в облаках реально классно что есть различные встроенные вещи трейлы там есть туда не тащат легоси и соответственно намного легче с этим жить поэтому для сока это большое благо в плане монетаринга просто надо это сделать не забыть да и наверное тут еще важный момент что заказчик и разработчик ваш друг это важно понять для безопасника и для безопасника важно написать ему различные регламенты чтобы разработчик или заказчик мог принести тебе понятные логи и понятные требования наверное с этого с этого начинается быстрый успешный бег все тут вопросы спасибо первая линия первая линия сколько у тебя людей получается на всю группу компаний 7 человек 7 человек получается как в МКБ но это чисто первая линия и такое малое количество за счет автоматизации процесса все так все так мы пришли потому что есть одни и те же алерты в разное время на самом деле разные то есть то что очень важно днем совсем может быть ну ты набрал то что не очень важно днем может быть очень серьезную историю ночью это раз два ну есть возможность автоматизации например робот может тебе позвонить или прислать смс вполне себе такой рабочий вариант потому что есть опять же алерты что не знаю у Даши не очень удачный пароль да ну это можно автоматизировать есть чуть-чуть более сложная сложная история что не знаю добавились новые доменные админы эту историю уже не автоматизируешь но кажется в этот момент может тебе прийти смс и разбудить тебе ночной какие метрика я можешь поделиться с коллегами которые используете для оценки эффективности сока ну у вас есть наверно несколько метрик понятное дело мы смотрим свою загрузку мы смотрим в отношении то что превратилось в инциденты и мы смотрим среднее медиан даже не среднее а медианное время решения этикетов плюс у нас есть еще одна метрика медианное время нахождения настоящего ответственного потому что на самом деле у тебя миллион систем когда у тебя в разных местах могут быть разные ответственные и вот реально понять кто ответственный за то или иную штуку тоже занимает время вот мы еще такую метрику любили слушай я где-то слышал что яндекс очень серьезно подходит к отбору персонала подскажи какие мероприятия проводятся по отлову молодых талантов и сколько проходит времени от старта найма до старта поиска до найма ну вот умеешь задать вопрос сложно у яндекс есть несколько подходов первый подход у нас есть ну это пока не очень повторяемая история но мы как-то раз сделали школу информационной безопасности и с этой школы мы собрали прямо неплохо кадров много работает теперь в яндексе это был первый интересный заход то есть с одной стороны мы делились своими знаниями того как как строить instant response как строить application security вот мы рассказывали все наши подходы яндекса и часть ребят которые туда пришли они решили мне нравится пойду строить дальше это первый подход второй подход у нас есть шат и часть людей приходит из него тоже никому не секрет слушай Юр ты только расшифруй шат шат школа анализа данных то есть есть просто образовательные инициативы яндекс которые нам приходят интересные люди есть совершенно неожиданные места откуда люди приходят например в сок у нас есть люди которые занимаются модерацией различных вещей и внезапно там люди смотрят как различные как реализуются различные фродовые схемы такие вообще прикольно начинают погружаться в инфобес потом пишут ой а можно мне попробоваться и в принципе из таких с горящими глазами у которых не очень много опыта но очень горячие глаза которые поняли как это реально реализуется вот прямо на живом с ними очень интересно работать и это тоже неожиданный способ добычи кадров ну естественно рынок наши чары они большие молодцы они практически приносят новых людей и не практически а просто регулярно и здесь есть как стандартная процедура собеседования в яндекс она очень длинная и дотошная то есть мы стараемся на этапе отбора провести несколько технических интервью и сразу прочекать разные разделы человека чтобы понять насколько он готов к работе в секьюрити потому что на самом деле за час прочекать все домены которые нужны для работы в том же сарке невозможно вот есть несколько стейджей при этом людей чекают разные люди из разных подразделений даже не всегда только службы информационной безопасности и тогда уже принимается решение о найме спасибо большое коллеги есть вопросы еще один известный вендор с доступом к российскому рынку предлагал такую большую коробку на колесиках в которую вставляется филиал например новый в данном случае компания и можно соответственно организовывать продвинутый монитор к их сети вот за счет того что есть преподготовленные ими вроде лукас в зале специальная вот эта коробочка на тот промежуток времени пока мы еще старые системы не выкорчевали новые не вставили может быть можно просто прикатить эту коробку или другую коробку и вставить их вы пробовали работать с такими решениями например прикольный подход спасибо за вопрос смотрите с коробками не пробовали потому что яндекс немножко ушел от понятия вот такое железно готового чего-то в рек поставить поэтому мы пришли как раз к концепции с контейнерами чтобы можно было где угодно на железе в облаке whatever развернуться плюс-минус это то же самое что вы говорите но при этом я понимаю что в коробке есть еще какие-то агенты прикольные с которыми можно все это раскатить так мы не делали спасибо тут можно это посмотреть Гира вот еще вопрос в голове какое приблизительное количество источников подключено к соку плюс-минус слушай на 300 я перестал смотреть сколько епс прорабатывает молотил давай так мы говорим о терабайтах о десятках терабайтах но это в терабайтах да епс я тоже сейчас перестал смотреть честно и она молотит молотит не падает ну да ну нет не падает это какой-то идеальный сок вот естественно что-то происходит все время но как оно не падает никогда до конца но все время поддерживать что-то приходится что-то докручивать чинить там диски вот это все ну как все стандартно в пределах нормы отказывается случилось хорошо оно работает но естественно поддержку требует спасибо коллеги вот еще один вопрос добрый день подскажите пожалуйста какие сервисы сокол вы предоставляете вашей головной основной организации а какие ну как дополнительным дочерним и при подключении новой компании вот эти все сервисы сразу подключаются для дочерни или это как-то постепенно если да то как супер спасибо ну понятное дело что для там история там соков яндексе это несколько лет поэтому здесь несколько для основной части яндекса да оно доступно глубоко говоря из коробки то есть на самом деле те штуки которые начинают запускаться на нашей инфре мы глубоко интегрировали в инфру себя и как только сервис начинает запускаться внутри уже понятные нам инфраструктуры там логин начинает опять же идти к нам плюс-минус автоматически нам там надо зайти понять в какой какая структура логов распартить и спросить нужно ли что-то специфическое конкретно для сервиса этого сделать а так все остальное у него будет плюс-минус в коробке случае ищем в новопрооблитенными штуками мы всегда садимся с новопрооблитенными или просто новосозданными вот прям вот FROM scratch мы садимся с кросс департамента внутри то есть внутри службы информационной безопасности есть сок есть люди которые занимаются прикиншенными есть люди, которые занимаются по форме security. Все эти люди стоят в одну комнату с человеком, который отвечает за запуск этого нового сервиса и обсуждаем, какой минимум нам нужно с точки зрения безопасности, какой минимум ему нужен, скорее всего, с точки зрения сертификаций, потому что так случилось, что все бизнесы сейчас внезапно им нужна какая-то сертификация. Понятно, что любая сертификация, она как-то так посмотрит на ISO 27001 любой фреймворк, но плюс-минус понятно, что им нужно. И дальше мы, соответственно, разбираем план, смотрим, что мы делаем в первую очередь, что мы можем натянуть из уже готового. Но это первое. То есть мы смотрим, какие альеты можно переиспользовать, какие подходы можно переиспользовать. Иногда дешевле перетащить, когда поняли, что нам нужны вот эти сертификации, дешевле может быть что-то перетащить на нашу инфраструктуру. И если появляется что-то специфическое, мы как раз начинаем расписывать все специфичные для этого бизнеса из кейса. В принципе, мне кажется, плюс-минус также работает во все большие соки, которые предоставляют именно сервис. Ну что, коллеги, вопросов больше нет. Сессию завершаем. Большое спасибо Юрию за доклад. Большое спасибо коллеге за то, что приняли участие в нашей сессии. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова